всем привет сегодня будет видео посвященное катализатору и кстати не забывайте подписываться на канал и если видео нравится ставить лайки эта машинка у нас кейри у третье поколение пробег 200000 мотор 1 и 6 автомат шестиступенчатый и сегодня я полезу в катализатор первым делом я хочу посмотреть его электронно но чтобы посмотреть электронно надо быть уверенным в его свечах я позвонил хозяину машины спросил как свечи давно менял он сказал недавно свечи новый я спросил х резину давно ли меня он будет нет резина тоже новая если резина новая значит свечи тоже надо посмотреть прежде чем во все это лезть я думаю ни у кого вопросов нет как свечи на этой машине менять но если все-таки есть вопросы ссылку на видео как поменять свечи на ней я оставлю в описании под видео если интересно посмотрите свечи я выкрутил как он сказал новые вообще убитые некоторые короче конченые свечи новые свечи я посмотрел зазор на 2 был нормальный на 2 маленькие их выставил нормальным также эндоскопом проверил цилиндры износ есть но грубых царапин нету еще походит все свечи закручиваю назад и перехожу к катализатору и так катализатор сейчас я нахожусь в машине нужен будет разъем диагностический любой лм этот я купил на алиэкспрессе кому интересно ссылку я оставлю в описании под видео он должен быть у любого автовладельца потому что ошибка может быть в любой момент выскочить на приборке также можно легко стереть и итак я его подключаю далее для корректных данных чтобы показывала корректно состояние катализатора надо машину прогреть прогревать я и буду где-то до 80 градусов ну в общем то до рабочей температуры все жду пока она прогреется все машина прогрелась даже до 84 градусов далее мы выходим и ищем датчик кислорода вот они два датчика кислорода нам нужен второй именно вольты вот тут как видно сразу скажу полоска значение точнее должно быть я бы хотел увидеть 08 минимум здесь но к сожалению здесь даже меньше 07 и линия не очень ровная значит датчик какие-то непонятки получает значит с катализатором есть проблемы я бы дал границу такую 07 примерно ниже которой не хотелось чтобы это значение было даже вот такими скачками она идет туда сюда туда сюда значит проблема есть еще раз повторюсь этот датчик кислорода второй лямбда зонд который уже после катализатора эта линия должна быть в идеале прямая полностью прямая у первого датчика скачки это норма у второго датчика должна быть полностью прямая линия ну в идеале типа катализатор очищает полностью все газы и получается идеальная кривая точнее прямая но к сожалению здесь я вижу что уже пора в него лезть это первый признак это меньше 07 а еще и скачущая прямая ну все сейчас я глушу машину жду пока она остынет и лезу уже откручивать датчик кислорода первой верхней не будем смотреть состояние катализатора на пробеге 200 тысяч и так машина остыла переходим непосредственно к датчику кислорода вот к этому ну стандартная схема его надо снять и дальше тоже тут пенечки есть можно так попробовать раскачать одной рукой он пошел-пошел-пошел-пошел так вот он снялся и дальше нужен будет мой вот этот ключ хомут здесь потому что сыряк материал разжимается все ставлю его и откручиваю так ключ я поставил прикрутил его теперь можно откручивать все он открутился дальше его просто ключом уже откручиваю датчик кислорода выкручен его в сторону все там в коллекторе выпускном остыла немного вроде он уже холодный дальше беру эндоскоп кстати эндоскоп советую всем приобрести он должен быть ссылка на него я также оставлю в описании под видео посмотрите он стоит вообще недорого также я его прилепил изоленты к проволоке потому что он на мягком проводе так будет удобнее смотреть и все сейчас лезем уже коллектор смотреть каталитический нейтрализатор и так полезны в общем то состояние неплохое на первый взгляд хотя вот видны уже разрушение что значит катализатор посыпался часа согнуть чуть даже вот соков не наведется вот это вон соты уже посыпались ну и такие они полускругленные значит катализатору уже настает конец он начинает сыпаться вот тоже уже осыпалась чуть-чуть значит ему недолго осталось по краям моему вообще не очень хорошо все в общем такой катализатор проедет не очень много скорее всего начнет сыпаться буквально 1 ближайшие 15 тысяч километров рассыпятся а что будет дальше уже неизвестно и так теперь я сейчас закручу обратно лямбда зонт датчик кислорода 1 и подведу итоги в общем то вот какой итог киа рио 17 год прошла 200 тысяч километров и с катализатором у нее пока довольно неплохо для 200 тысяч если бы конечно такое произошло на 30 это было бы плохо но катализатор начал сыпаться но его ресурс как и заявленные компании ки 150 тысяч она выходила полностью еще держится далее что теперь делать как вы видели сами соты начали осыпаться что может привести к разрушению возможно даже к полному разрушению в идеале это разрушение выплевыванию через кушак самом не идеале плохом случае это засасывание пыли этой керамики в цилиндры и накрывание полностью поршневой задиры появятся и тому подобные вещи к сожалению рекомендовать я буду человеку что-то с этим делать решение принимать только ему я бы рекомендовал вал ему удаление вот сейчас я могу рекомендовать удаление на пробеге в 200 тысяч если пробегу 340 50 120 машин на карантии я бы сказал езжай к дилеру открывать седьмую страницу дилерской книжки сервисные смотри на гарантии машины которые от 16 года середина не все на гарантии по катализатору итак итог полный на пробеге 200 тысяч катализатор еще полу живой но он еще на месте пыль еще не всасывается он не разрушился до такого состояния но я бы рекомендовал все таки его заменить или удалить удалить конечно в приоритете и как я говорил всегда я не сторонник удаление катализатора пока есть гарантия но когда машина уже сошла с гарантии и пробег уже 200 тысяч то можно удалить катализатор а когда на пробеге вам в 30 50 60 тысяч рекомендует удалить катализатор чтобы он вам не убил двигатель таких людей я выслушаю и больше с ними наверное не буду общаться потому что это просто чушь из такие люди насоветуют вам издерут вас в три шкуры и так почему же здесь катализатор дожил до 200 тысяч первое здесь нет газового оборудования это первый признак того что катализатор у вас прошло уже долго второе мотор не перегревался потому что мы его моем раз в год промываем радиаторы чистим все все с ним отлично работает он всегда стабильно в общем пытаемся следить за ним ну кроме собственника и третье это лично пока мое мнение но подтвердить моего не можем так как весь наш автопар который мы обслуживаем ездить на 92 бензине потому что такси и у них ни у кого пока не было проблемы с катализатором все кто ездить на 95 бензине возможно опять же возможно кто ездит у них могут быть проблемы это лично пока мое мнение подтвердить моего не можем опять же потому что у нас все машины девяносто втором где попало заправляется и проблем с катализатором до 150 тысяч никаких нету ну и здесь поршневая еще в отличном состоянии я думаю все только потому что он покупал масло у нас фильтр покупала нас а масло мы покупаем в представительстве фильтры практически напрямую скорее заказываем от производителя поэтому и мотор здесь еще живой и в общем итог заботьтесь о своей машине промывайте радиаторы следите за состоянием мотора меняйте масло во время покупайте качественное масло настоящие и правильные также следите за тем чтобы фильтр масляный был оригинальный все у вас будет отлично а на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дорогах и